МГПУ Можно ли утверждать, что МГПУ – это исследовательский университет? Не может быть хорошего образования, если в нем нет тех людей, которые умеют производить знания. Если говорить о вузовском образовании. Есть большие идеи, есть большие вызовы. Есть два новых понятия, которые сейчас активно используются. Большие вызовы – это исследовательские повестки, на которые резистентность бактерий к антибиотикам и вирусов к другим противовирусным средствам. Если ответ на вопрос сопротивляемости к антибиотикам не будет найден, то есть если микромир победит антибиотики, то человек может погибнуть от любой полостной операции. И это гигантский вызов. И вот это большой вызов, где наука ищет ответ. Так или иначе, пробуя синтетические антибиотики, пробуя их трансформацию определенную. В общем, пока ответ не найден. Это большой вызов. И вот это та поляна, над которой работать должны ведущие исследовательские университеты мировые. А мы над большими идеями. Нам необходимо, чтобы мы были в контексте вот этой глобальной повестки, чтобы мы про нее знали. Но еще более важно для нас, чтобы существующее знание, которое осваивают студенты, которое будут осваивать школьники, ученики сегодняшних наших студентов, оно было бы не догматичным. Чтобы оно представлялось не как информация к запоминанию и вера, а как переоткрытие. А как то, что само по себе будоражит некоторые наши внутренние, настраивает наше критическое мышление на оценку, на анализ, на такое глубокое освоение. Вот эта дедогматизация содержания образования, это есть большая идея или наше призвание, мне кажется. Московский городской уже давно не только педагогический университет. У нас есть направление подготовки, так называемые университетские, естественно, научные, спортивные технологии, готовим актеров. Поэтому у нас во всех этих направлениях проводятся научные исследования. В университете вообще больше тысячи научно-педагогических работников занимаются научными исследованиями. У нас есть школы по педагогике в Институте педагогики психологии образования. У нас есть школы по психологии, у нас есть научная школа по теперь уже зарождающейся или формирующейся научная школа по информатизации образования. Она достаточно хорошо сейчас интенсивно развивается. И вообще у нас порядка 12 зарегистрированных в нашем университете научных школ в различных направлениях. Если говорить о исследованиях, которыми занимается наш университет, то я бы выделил прежде всего два направления. Первое – это все-таки образование. И здесь, начиная от дошкольного детства и заканчивая образованием пожилых людей, и эти исследования на любом из уровней очень важны, и университет здесь занимает лидерские позиции у нас в стране, и, в общем-то, хорошо представлен в международном исследовательском пространстве. И второе направление – это городские исследования. Это исследования городской среды, это исследования тех институтов, которые в городе есть и определяют жизнь города и каждого горожанина. И это поведение людей в современном городском пространстве. Конечно, в определенной степени это исследовательский университет. У нас нет этого в названии, но, судя по тем заказам, которые мы получаем, результаты наших исследований признаются и на региональном, и на федеральном уровне. И, конечно, еще бы хотелось отметить те исследования, которые мы проводим для города. Наиболее ярким, наверное, исследованием является та работа, которую мы в течение нескольких уже лет проводим в рамках развития Серебряного университета. Вы знаете, что это исследование для людей взрослого возраста, для взрослых людей. И здесь мы сначала провели исследование, что интересно этим горожанам, а потом для них организовали всяческие мероприятия, всяческие события, в которых они принимали участие. И здесь следует отметить, что во всех этих событиях принимают участие не только наши научно-педагогические работники, но и студенты, и аспиранты. Невозможно университетское образование без участия в исследованиях. Вот, если говорить о той практике, которая вот в нашем институте сложилась, то у нас большинство исследовательских лабораторий последовательно открыли магистрские программы. И, собственно говоря, вот если говорить о программах магистратуры и, может быть, в чуть меньшей мере, но о программах бакалавриата, то исследование становится вот таким центральным моментом в обучении. Во-первых, наши магистранты первые узнают вот все самое новое, все самое свежее. То, что называется топ в сегодняшних исследованиях в той области, в которой они фактически становятся профессионалами высокого уровня. Во-вторых, они сами начинают вовлекаться в эти исследования. То есть, когда мы обсуждаем с нашими магистрантами темы их магистрских диссертаций, то мы, конечно же, говорим о тех исследованиях, которые проводятся у нас в университете. Мы согласовываем, с одной стороны, их личные интересы, с другой стороны, большую исследовательскую повестку, ну, в общем-то, которая мирового уровня, можно сказать. Что касается естественных наук, то здесь у нас тоже накоплен большой потенциал, и это видно из публикации наших ученых, которые появляются в журналах, индексируемых и в App of Science, и в Scopus. Это как раз те журналы, где приоритет отдается естественно научным исследованиям. Поэтому здесь университет обладает очень большим широким потенциалом. Научное исследование, вообще наука – это то, что определяет университет. Университет невозможен без науки, и ни в преподавании, ни в развитии творческого потенциала студентов. Мы не сможем никуда продвинуться, если мы не будем проводить научное исследование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok